Драгоценные братья и сестры, всех приветствую в уже одиннадцатой неделе нашего марафона «Вооружись словом». На протяжении 2024 года мы с вами вместе дерзнули выучить 50 мест из священного писания с адресами. И мы уже прошли дистанцию в одну пятую марафона, 10 стихов выучено нами. И сейчас я расскажу вам все эти 10 стихов и прошу вас пройти также такой мини-экзамен, который вы сможете пройти у себя, где вы находитесь, пересказав эти стихи людям, которые вас окружают. Просто попросите кого-то, скажи, я расскажу тебе 10 мест из священного писания. Вот они. Проверь меня, насколько четко и точно я их выучил. Итак, Иоанна 17, 17 «Слово твое есть истина». Мы учили некоторые стихи не полностью, потому что важно именно суть стиха взять. Нам важно вооружиться истинами, а не конкретно формулировкой стиха. Потому что, как каждый из вас знает, есть в принципе и разные переводы Слова Божьего. И мы учим с вами синодальный перевод. Это не сам оригинал, оригинал, оригинал. Но мы вооружаемся Словом. И это очень сильно в любой ситуации, в любых случаях. Далее. Иса, 55 глава, 10-11 стих. «Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих. Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал Его». Далее мы выучили три стиха с вами о том, что Бог верен в том, чтобы отвечать на наши молитвы. И мы можем к нему приходить в наших молитвах на основании Его Слова, на основании, что сказал сам Господь Иисус Христос. Иоанна, 16 глава, 23-24 стихи. «Истина, истина, говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Далее это Матфея, 21 глава, 22 стих. «Все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И Матфея, 18-19 о молитве «Согласие». «Истина, также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Далее мы перешли в заучивание таких воинствующих стихов, говорящих о силе Божьей, о защите нашей в Господе, о том, что Господь силен в том, чтобы вести нас и руководить нами. И это, соответственно, Исайя, 54 глава, 17 стих, стих о защите. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Далее это Исайя, 41, 10. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя, десницу правды моей». Дальше мы выучили Псалом, 117, 6. «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?» Ну и финальные на данный момент стихи, это два стиха из книги пророка Исаии, Исаия, 42, 13. «Господь выйдет, как исполин, как муж брани и возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих». И Исаия, 45, 2, 3 стих. «Я пойду перед тобой, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе, хранимые во тьме, сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». Вот такие 10 стихов мы с вами выучили. Ну и расскажите их кому-то, и, соответственно, не переживайте сильно, если формулировки там не до конца точные, или какие-то адреса вы забываете. Самое главное, что вы проходите этот марафон, и в любом случае становитесь сильнее. Дело даже не в том, чтобы цитировать стихи из Священного Писания наизусть. Дело в том, чтобы эти стихи съесть, этими стихами стать, чтобы они погрузились внутрь нас. Поэтому, конечно, желательно максимальным образом там заучивать, как мы заучиваем наизусть, и еще и знать адрес. Но на самом деле важно просто не разочароваться в том, что, допустим, у вас там не до конца получилось, и не бросить. Лучше проходить марафон полностью. Вот. Ну и сегодня мы с вами выучим такой стих из Священного Писания, который будет относиться к ходатайственной молитве, который мы можем применять в ходатайственной молитве, и который сейчас очень актуален для сокрушения сердец, для сокрушения церкви. Это книга пророка Иоиля, 2 глава, 17 стих. Книга пророка Иоиля, 2 глава, 17 стих. «Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, пощади, Господи, народ твой, не предай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их». Ну и кроме того, вчера Ольга Дмитриевна Голикова объявила такой пост, призвала к посту трехдневному, и как раз на основании этих стихов, и поэтому мы и выучим этот стих, и приглашаю вас также поститься, кого Господь, соответственно, расположит. Усилим свою молитву постом за Россию, за спасение людей и так далее. Ну и как мы будем запоминать Иоиль, 2, 17? Мы используем немотехники, чтобы запоминать адреса. Вот все те адреса, которые я вам пересказал, не то, что я их знаю прям вот по цифрам наизусть, в большинстве своем я просто вижу определенную картину и вспоминаю стих соответствующим образом. А когда этих стихов будет 50, друзья, то без этого, ну, очень сложно. Поэтому, как я буду запоминать? Иоиль. Мы впервые берем Иоиля, и здесь есть начало, да? Иоиль, я вижу это как Ио, вот, ну, если связь будет с Ио, исполняющие обязанности, исполняющие обязанности. И здесь как раз говорится в этом стихе о священстве, доплачут священники, служители Господни. И я для себя это беру как исполняющие обязанности священника. Мы как исполняющие обязанности Ио, священника. Ну, вообще есть еще книга, конечно, Иова и Иоанна. Тут важно не перепутать, что это Иоиль. Ну, на самом деле, если честно, я лично для себя знаю, что это написано в Иоиле. И мне это даже и запоминать, в принципе, уже не надо, потому что я знаю, что это в Иоиле. Вот, ну, и еще Иоиль, вот, есть месяц у нас июль, и он прям июль, иоиль, они почти пишутся одинаково. Поэтому вы каким-то образом можете связать это с июлем еще, например. Вот, ну, и опять же, для себя, на самом деле, я возьму другую картину, а вам дам несколько вариантов другой. У меня брат родной родился 2-го, вернее, 17-го февраля, 17-го, 0-2-го, поэтому Иоиль 2-17 для меня прям это просто брат в священнической одежде, сокрушенный, вот, и молящийся такими словами. Что мы с вами можем увидеть? Мы можем увидеть себя в священнической одежде, или Иоиле, например, представить, или себя, увидев в священнической одежде, чтобы привязать к смыслу стиха. На коленях сокрушаемся мы о грехах, о грехах своих, о грехах народа. И мы можем это делать вместе с человеком. Если вы смотрели фильм «Легенда номер 17» про хоккеиста, такого легендарного советского Валерия Харламова, вот, ну, если вы просто слышали об этом фильме, вот, «Легенда номер 17», вы можете просто представить рядом с собой хоккеиста, который тоже стоит на коленях и сокрушается, и он под 17-м номером, просто вот аналогия быстро придет, если у вас на слуху «Легенда номер 17», а она у многих на слуху, потому что очень известный фильм, вот. Но если у вас не на слуху, вам это вряд ли подойдет ассоциация, тогда, если вы лучше знаете, например, историю, 1917 год, это год великих революций, была февральская революция, октябрьская революция, и свергнут был сначала царский режим, потом установлена власть большевиков, и 1917 год, опять же, каждый в России, наверное, знает, что это за год, и насколько все было, как бы, страшно. И поэтому вы можете сюда привязать вот этот год, чтобы запомнить, что это Иоиля 2.17. То есть вы можете стоять в священнической одежде на коленях вместе с Иоилем, то есть вас двое, или вы можете даже себя представить, что вас двое стоит, ну вот, чтобы двойку запомнить. И, соответственно, вы это делаете в 1917 году, вот оплакивая эти революции, оплакивая то, что происходило. Вот так вот можно, соответственно, взять как мнемотехнику. Ну, важно что сделать? Важно самому увидеть эту картину, понять, что для вас будет наиболее откликаться и просто запомнить. В общем, учим, друзья. На этой неделе Иоиля 2.17. Кто силен и хочет подвязаться, постимся в эти три дня, еще вот первые, и учим этот стих. Ну и сдайте свой экзамен, расскажите кому-то 10 стихов из священного писания, которые вы выучили. Если не все 10 выучили, расскажите, которые выучили. Ну и в описании к этим видео тоже можете поделиться, вот, давайте хотя бы последним стихом, который мы учили. Последний стих. Исайя, 45 глава, 2-й, 3-й стих. Напишите, пожалуйста, в комментариях под видео. До встречи на следующей неделе. Ах, ну да! И по обыкновению вас ждет также музыкальная дорожка с этим стихом в нашей группе в Телеграме, в моей группе в Телеграме на канале и в группе ВКонтакте. Поэтому приходите туда, присоединяйтесь, скачивайте, учите, повторяйте с помощью музыкальной аудиодорожки. Вот. Ну и приглашайте, друзья. Самое время приглашать еще кого-то вооружаться словом. Даже если этот человек вооружится не 50 стихами, а 40, его жизнь заметно сильнее станет в Господе в этом году. Поэтому не стесняйтесь приглашать людей присоединяться к марафону, потому что это действительно сильно для нашего духа. До встречи! Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода